Всем привет! Вы слышите Лёшу Халецкого и это продолжение партии в Сидмерс Цивилизейшн 5, в которой я играю за кельтов на карте Пангея. Если вы смотрите эту партию не с первой серии, то рекомендую перейти именно к ней. Ссылка появляется в верхнем правом углу, либо ищите её в описании к видео. Всегда лучше смотреть с самого начала. Ну а всем остальным приятного просмотра! Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Так, а что у нас вообще в конгрессе там? Так, слушай, Сям, я за порядок голосовать не буду. Вначале давай мою религию проведем, а потом порядок. Твою религию тут моя сейчас работает. Твою, чтобы провести это, надо мою отменить, потом твоя. Это мы не успеем, скорее всего. А как твоя религия прошла? А как, почему голосовали за религию Сяма? Вы что, не в курсе, что на дипломатическую... Она какая дипломатическая победа, Леша? Но у меня 11 голосов нужно 32. Ну, в общем, лягу и Сяма побежали, что за порядок я голосовать не буду. Просто. Тем более, оказывается, тут твоя религия прошла. Прошла. Мне особо не нужны эти голоса. Легов, ты пытаешься подавить усмешку, но это не получается. Не слышно. Ты пытаешься услышать то, что ты хочешь услышать. Да, да. Если просто ты меня знал, то ты понял, что я пусть и всегда так общаюсь. А, ну... Ты знаешь, когда слышишь, что... А, так я... Слушай, австриец, я смотрю, ты даришь юниты шведу. Ах ты гад. Ах ты гад. Ладно, я запомнил. Ну, может, у меня пойти. Я боюсь. А при чем тут пойти? А при чем ты даришь... То есть, тут самое, блин, я зло, да, в этой карте? Я только одного рыцаря сейчас увидел. А сколько ты реально подарил, фиг знает? Ну, так вот, да. Я так думаю, что это не один рыцарь как раз. Ну, так я, видя производство шведа и прочее, я понимаю, что... Ладно, понятно. Нет, все это ты меня не благодарили. А Сиамы и Феоп ничего не дарили шведу? Нет. Вот видишь, они ничего не дарили. В чем смысл? Ты подумай, то, что я тебе кидаю трейды, зачем мне ему что-то давать? Ну, ты даешь мне трейды, ему даешь юниты, почему нет? И все долго, 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 и радостно. То, что ему я вообще ничего не давал, он сидит в несчастье. Потому что я с ним просто не меняюсь. Я, наоборот, хочу, чтобы ты его забрал. Тогда ладно. Блин, что-то я арты столько настроил, что прям вставил. А то есть я через него за время. Блин, что я дарил, и все. Я, наоборот, выбрал рейд. Но, чтобы ты была всей страны, чтобы вы не думали, что это будет много. А много людей, для того, чтобы вы знали, что это важно, и стоит что-то любить. Ладно, пока. Я не сделала, когда я наоборот. Это точно не знаю, как я жал. Я не знаю, что ты думаешь. Это International International International. Я не знаю, что я не могу. Я не знаю, что это будет. Ну, вот это не так. какие-то варвары где-то слева от вот этого города кто-то спалил слева злоде берешься есть ну с морскими даст обычными нет там там же лагерство долго где-то стоит слева тулови и 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 да у нас тут 6 крепостей стоит под сектунной прям даже жалко убирать Спасибо. 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 Что у меня за религия вообще? Я уже просто подзабыл совершенно. Иуда из мечети. Продукция. Сила. Ага. Ну давайте коллизий. Ага. Что-то музыкантов складируешь. И все оп. У меня некуда шедевр закинуть. Как пойдет к тебе концерты проводить. Караван могу построить. Пизодчик. Продолжение следует... 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 Льгота, ты мне ли линкоров строишь? В смысле? Я себя обороняю. Все понял. Я все понял. На такси нет проплыва, ему для тебя очень долго плыть. Ну, доходов 8, наверное, 6. Я знаю, так можно как бы сухопутные юниты оборонить. В принципе, нет. Ну да, так поэтому я тоже строю. Не в таких, конечно, количествах, но все равно. Этот обзор выходит при поддержке глобальной космической браузерной стратегии console.war.ru. Несмотря на то, что партии там длятся месяцами, к любой из них вы можете присоединиться в любой момент и совершенно спокойно развиваться на уровне со старыми игроками. Загляните на сайт console.war.ru А ты забрал лагерь, да? Ну, вроде да. Тут какие-то варвары были, я не знаю. Ну, типа я лагерь не подбирал. Варваров убил, и все. 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 Субтитры делал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Я, наверное, исследовательские лаборатории просто куплю за деньги. А здесь можно реформацию дойти, чтобы покупать великих людей. О, там уже варвары. В Сиаму в электронике и в баллистике. Неплохо. Где Сиам? В электронике и в баллистике. Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Здравствуйте. Здравствуйте. Слушайте, а что там по поводу передачи великих людей? На столицу интериал-то передавать нельзя. Я просто вспомнил просто, что у меня ведь оперы, да, мое уникальное здание. Так, может, мне у Фиоку себя как-то музыкантов прикупить? У тебя есть и расследить? Один есть. Ну, вообще, изи, да. Давай. Чего ты? Что давать? Я согласен. Ну, так, какие условия? Насколько ты можешь предложить? Давай 100 золота, например, за штучку. Сейчас, я просто сейчас у самого музыканта родился, я вспомнил об этом. Я сейчас гляну, сколько у меня... Слушай, мне пока самому некуда сажать. Ну, в общем, я буду иметь в виду, что он у тебя есть. Может быть. Так, слушайте, а кто помнит про научные договоры? Нет, это я помню. А сколько вот я, например, уже сделал? Смотрел историю сделок. По-моему, с тобой Фиоку два раза, нет? Не так было? Или я что-то путаю? Не-не, мы с тобой не смогли заключить, заключили вот тут относительно недавно, и вот он выполнился. А, нет, ну да, дважды мы с тобой заключили. Дважды все-таки. Нам нельзя больше заключать. Можно просто заключать их и разрушать, деньги тратить. Да, это интересный план. Давай, наверное, так и будем делать. Давайте. Продолжение следует... Продолжение следует... С другой стороны, я не очень представляю, что ему еще тут делать было. Просто у него нас так тупо расположило, он полностью отделен горами от австрийца. То есть, ну, единственное, вот эти он ГГшки мог собрать и все. И я его от всех остальных просто закрываю. И вот что делать? Сидеть развиваться? Нет, там леса были, там на колясках невозможно было. Я попытался на пиктах, и то не очень. Так, я против порядка проголосовал, если вам интересно. Кто там первый по армии? Даже не я. Это интересно. Что-то у меня с соплицом прыгает пинка, и, собственно, из-за этого лаги, я так понимаю. Соплиц, ты там альта боишься, что ли? Нет, я не альта боюсь. Сейчас проверим, может быть, у меня какая-то загрузка стоит случайно сейчас. Да нет, все уже нормально. Не знаю, что это. Соплиц, ты там альта боишься, что ли? Два голоса Эфиопии решила все. Я думал, ты там согласует. Нет, 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 нет. Ну, слушайте, ну, я вот третий по производству и отстаю от лягу на 70 молотков. То есть я... Ну, тем... Ну, нет, я не к тому, что ты как раз... Я не думаю, что ты далеко в этом идее. По науке, да, далеко. Ну, у меня, например, есть армия, если что. С другой стороны, мне к нему вообще сложно как-то пробираться, например. То есть, ну, вообще просто тупое, неудобное. У нас есть какие-нибудь стратегические мысли? У меня пока что, типа, сохранение паритета между нами тремя, ну... В смысле, что я достаю до Сиама, Сиам достает до Австрии. Типа, если Австрия нападает на меня... Ой, если Сиам нападает на меня, Австрия нападает на Сиам. Если Сиам нападает на Австрию, я нападаю на Сиам с другой стороны. Ну, типа, такой вот трехсторонний мирский. Ну, по-хорошему, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять... А на сколько самолета летать? Я уже забыл. На десять? То есть, на двенадцать максимум можно, да? А, ну, значит, я из Дублина до Сукатая достаю. Мне кажется, если на кого поездка, то только на... Так из Труру ты достаешь вообще до всех его городов практически? Ну, до двух, до... Ну, я просто сразу максимум беру, потому что на столицу может и Австриец нападать сразу. То есть, как бы, идея самая, мне кажется, это именно за столицу взять, если чё. Может, зря я на производство отправляю, надо лучше на еду было отправлять. Ну, вообще, пока плюс один. Пятьсот восемьдесят мало науки. Это мало. Слушайте, а может купить инженера и Кремль? Что там? Ну, этот вроде не строит Кремль. И он у него вроде не построен. Лягу как-то так бомберы фигачит, я смотрю. Блин, я смотрю, все фигачат бомберы. Давай и ты начинай. Добрый вечер. Ну. Да у меня просто чё-то так дофига армии, что ещё есть. Ну, смотрите, у меня плюс один. Просто плюс один из-за того, что у меня самое большое содержание именно на армию идёт. Ну, а какие у меня арта и кавалерия? Кто из них старый? Ну, тогда нормально, ладно. Арта, кавалерия, один гатлинг и один лансер. И тут дороги все эти надо поубирать на самом деле. А ну, это ещё столько работы. Штука хоккея хочет. Технологии. Так, сейчас надо посмотреть, что вообще города-государства хотят. Он так плохо ходит вообще. У него алюминия дофига, он может остался прожать 4 секунды. Блин. Это правда. Надо у Брюсселя алюминия отжать. Ага, вот ещё у Ватикана война до Ватикана 8. А дофига это сколько? Пять. У него ГГ-шек-то много. Просто супер. Ну, я сейчас пойду генералами у двух ГГ-шек заберу алюминий. У меня тут генералов, чё-то. Или у меня он один вообще. Сядем, тут только 8 надо будет. О, блин, инженера забыл купить. Так, вот сейчас вопрос. Брать мне от караванов, потому что они тогда будут очень неплохо работать, или всё-таки начинать рационализм закрывать? В принципе, у меня производство и всё это есть. Ну, хотя бы науку от рационализма вот это вот взять. Потому что у меня мало науки. Это мало науки ещё. Для автократа ещё можно простить. Но не по рядовику. Потому что автократ может натырить себе науки. Так, давайте я всё-таки куплю здесь инженера. Парашютисты пошли ещё строиться. Всё, всё, да. Остался и в ком. Понятно. Может, и раньше нападёт, всё, я знаю. Так. Можно напасть на него в приём, пока он ещё не высыпнет. Проблема в том, что он во вторых самолётах. Мне до них ещё два хода их открыть. И денег у меня тоже не очень много. О, фута. Так, австрийц, проспонсируй. Австрийц, 4200 накопил? Извини, я для себя денег не буду. Ну, тогда и сам нападай на Сиам, господи. Ну, господи, это да. И ты тоже проиграешь, господи. Нет, а что ты от нас хочешь? У нас нет денег на ап-юнитов. Нет, у меня 2000 не хватит апнуть, но потом у меня, типа, всё. Мне ещё как бы нужно каски свои поапать на деф. И фрегаты поапать на линкоры, ну, типа, на деф. То есть, дефт я против него долго буду. Я тебе просто запомню, что я всю войну, ой, всю игру воевал с одним человеком постоянно. Ну, говорит, давайте втроём нападёмся. И там 4000 нахомячил. Ну, льго тоже 2000, но у него 20 золота заход. То есть, у него уже довольно много армии. 160 тысяч. 190. Ну, у меня вторая армия, типа, 170. То есть, до стелсов и x-комов я могу с ним на равных примерно воевать. Даже, типа, у меня бонус-бонус 20%. Но проблема в том, что у меня алюминия нет. И стелс и x-ком я проиграю. Ну, здорово, что он будет. Так, а сколько у меня реально генералов? А то я что-то... Один. У меня только один всё-таки генерал. Сколько мне не хватает... Угу. Слушайте, а у вас, конечно, никаких генералов нету, да? Нет. Ну, я просто не помню. Ну, именно для того, чтобы алюминию у ГГШК отжать, например. Ну, я сейчас 8 алюминий отожму. Так, а скоро там... 9 ходов воровство, да, это долговато. Да. Ладно, давайте... Сначала баллистику. Ты вернешься. Ну, ты ж не хочешь деньгами помочь? Не, так у нас есть армия, но её апнуть надо. Здесь армия, замечательно. Попробуем, что в танке денег нет? Ну, да. Ну, я, ну, я как бы не для себя, скорее прошу Адли Эфиопа. В данном случае. У меня пока не очень много армия на него нападать. То есть, на деф у меня отлично. Типа... Линкоры, каски. А на нападение у меня мало. Я думаю, это И-4 стабильная, которую ты построил. Слушай, тебе плохо стало слышно несколько. А, извините, ребят. Так лучше? Да. Просто микрофон убрал. Так, ребят, ну, у меня вообще 16 алюминия, как бы, в перспективе. Лично у меня. Ну, фиг знает. Доживу ли я до использования? Да ладно. На четверих даже рассинхрон. Грузит, грузит. А про кого-то там Лигу рассказывал, что тяжело общаться. Да вот Анатолий. О него и говорил. Вроде нормально общается. Да, мы тогда играли я с ним, и как не мог договориться ни о чем. А, ну, это да, это да. Договорится. Я у него одно, а у меня другое. Ну, с другой стороны, как бы, это более нормально, чем когда люди в упорку идут. То есть, ну, вот он считает, что так правильно. Как бы, ну, что сделать? Где-то мы с тобой не могли договориться, Лигу. Да я тебя тогда все время одно доказывал, а ты у меня другое. Да кей, я ж дурак. Что с меня взять? Что за сарказм такой? Так, ну, может уже какой из городов иннексировать? Статуя Христа Спасителя, серьезно? Самое время. У меня культуры проблемки. У меня культуры проблемки. Ну, инженера никуда было тратить, я не могу, типа, полезнее его потратить. Три хода, нормально. Слушай, австрийца, ты, случайно, в танки не идешь? Я вот думаю, может мне тебе кавалерию подарить просто? Ну, может мне кавалерию подарить? Ну. То есть, штучек шесть кавалерии, если ты там в танках недалеко. Тебе как раз, тебе вот как раз именно, вот, ваша территория, которая между вами, там танки вообще пойдут только в путь. А что тебе их строить, правильно? А нефть у тебя есть? Ну, тогда я веду к тебе кавалерию. О, блин, я тут еще с Виттенбергом, оказывается, воюю. О, блин, я тут еще с Виттенбергом. Так, а сколько у меня вообще кавалерии? А, так всего четыре. Ну, вся мы же минусы от золота. То есть, развязка, видимо, скоро будет. Потому что долго надо минусы от золота. Потому что у меня золото я закончился. Ну, очень странно с первой армией, честно говоря. Конечно, игры, кроме армии, обычно ничего не строят. Так. Так. 终你到底 Roy. Ну, теперь I think you're here. Да. так тут работает бонус на буквально пару ходов тут колесей построен почему-то открыл уже типа самолеты до сих пор так ну надо и мне хотя давайте может анти-aircraft построим сиамские танки как-то жестко надо пророка купить миссионеры слабовато будут так а я где-то джене построил по-моему да здесь пророка принимающую сторону какую принимающую сторону это мы за на принимающей стороны гос да ладно ну блин я уже за себя я чуя ты думал что мы мирового лидера выбираем не ну я думаю что 18 все равно хватит эфиопа но я что-то решил что это мировой лидер специально посмотрел чтобы самому проголосовать за себя вот это вот все так как бы мне тут моего генерала не убили надо надо аккуратненько просачиваться а вот где лагерь то есть ракета строение компьютеры уже буквально ход 2 и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Наверное, в Стокгольм отправлю на производство DimaTorzok На один ход, окончание сопротивления Но у меня тут сомнения, конечно, честно говоря Мне кажется, что скорее австрийц все-таки возьмет Сиан Давайте, может, только не весь ход будем Этот переставит сейчас О, у меня тут священное место прямо на нефти Это круто Так, пойдем-ка мы этой пушечкой попробуем лагерь забрать Вот тут 9 Тут надо тоже распространить Потому что не идет процент на... Так, а сколько я могу 5 раз? Ну, как раз Сектуна То есть у меня же процент идет за производство Стокгольм, Дублин и Труро То есть тут было 15% и больше 15 последователей должно быть Если что, из Урана я вижу Четыре у Лего и четыре у себя Ну вот это ты зря рассказываешь Он же решает, на кого первого нападать И кого первого захватить Я просто не уверен, что он не сможет взять Ну так что, вопрос Мы будем ждать стелсов или что? Увы как? Ну... Я тоже понимаешь, что пора что делать Ну нападайте Нет, а что ты хочешь услышать? Что ты хочешь услышать от меня? Я готов поддержать Просто в данном случае Ты должен быть лидером всей этой коалиции По той простой причине, что У тебя больше всех денег Армии и ты автократ И... К сожалению, видимо придется Тесу кота и отдавать тогда Правильно я понимаю? Сначала надо было захватить, чтобы его отдавать Или я не должен был этого делать? Все нормально Такой выстрел Авроры, да? Как же их скомна? Да, это он быстро Денег у него много Денег у него много Денег у него много Ну да, полностью рационализм закрыт То есть он покупает уже ученых У него монастыри, у него пагоды То есть у него там вера в ход прилично У него Сиам У него Виттенберг Ну, Виттенберг он недавно за свои пошел Виттенберг долго был шведский Нет, он был его союзником давно еще Ну а что тогда я в войне с ним был? У меня Виттенберг объявил войну Да, если вам нужна нефть, берите у меня ее дофига Я еще раз обработаю Так что с нефтью не проблема А, ну вот остался Все Все Да, посаживайся ко мне Блин, ну опять, по-моему, висит, нет? Нет Нет Виттенберг 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 Блин, ну опять, по-моему, висит Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok По идее, он должен обратно в лагерь зайти, но, конечно, рождение такой махины не очень здорово Так, проблема в том, что я не могу ученых покупать, у меня только инженеры Из чудес, которые Братвей не стоит того, чтобы инженера сейчас потратить, по-моему Добавил субтитры DimaTorzok Так, ну я забрал у него, у ГГшки 8 алюминия Судя по тому, что у него было 0 По идее, у него должно... Ну я не знаю, конечно, но по идее, сейчас должно в минус пойти Но 8 алюминия я только что у него отобрал Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok Да, ну мне вообще конкретно отстоит Споксали и кривилианье Сложение ненапожно Зветь, чувак, я не успеваю вообще следить за тем, что происходит У нас тут немножко жарко О, так тут и SUKOTA немножко падает Так что держись там вовсю. У меня два хода надо, чтобы эфир продержался, чтобы я у него украл теху. Так, наверное, так лучше пойдем пока. Так, девять фолловер. Давайте глянем, и тут плюс 9% от религии. 17 фолловеров, и тут будет плюс 15% от религии. Ну, потому что не больше 15%. Это круто. Блин, боюсь, упадет Адис-Абеба. Он одного икс-кома упил. Ну, я, в принципе, так и думал. Это даже устраивает на самом деле. Так, ну тут стены, я думаю, нафиг надо. Я не думаю, что он Кардив будет брать. Вообще дотянется до него. А вот самолеты можно начинать строить. Класс. Блин, эфиоп упал, блин. Ну, это прикол. И чё теперь будет? Старая долгая заруба. Где побеждают автократы? Ну, чувак, ты в стелсах икс-комах. Мне туда вообще... Убрал стелс в моей столице. Ну, строй. Ну, я не знаю, что тебе сказать. Стелс. Да и он сам уже почти в стелсах тоже. Было бы алюминий, чтобы эти стелсы купить. Ну, мне самолеты тоже убили, если что. То есть я в ответ у меня этот город не заберу. Ну, у него ещё сколько там, раз, два, три, четыре города полноценных. Так что всё ещё нормально у него. Да я тоже думаю, что всё ещё нормально. Тем более он эфиопа ослабил. Если бы эфиопа не потерял, то конечно было бы для него плохо. Раз уж Лёша при стелматом не выражаться, надо искать стелунию. Да, да, молодец. Я стараюсь. Подумай, эфиоп. Да, я думаю, ну типа у меня столица восемь жителей. Я уже и не влечу, и ничего вообще не сделаю. Ну, слушай, не, ну, Сиам, ну, эфиопа, ну заключать мир с Сиамом, чтобы он сосредоточился на Австрии, тоже не делаю. Ты понимаешь, что там у Австрияка будет куча этих самых стелсов? Он уже почти туда вышел. У него нет стелсов? У него будет куча экс-хомо, но при этом он автократ, а я не автократ. Ему намного легче воевать. Понимаешь, что выгоднее это тебе? Я буду просто с ним воевать очень долго. Ну, дай какой-нибудь город эфиопу тогда. У тебя будет весь шанс. Отдай город какой-нибудь эфиопу. У него три осталось. Нет, стоп, четыре. Я просто думаю, что он столицу отобьет. Я вообще не вижу смысла. Столицу он отбивает на следующий ход. Только от города эфиопу моего. Так, восемнадцать, семнадцать, девять, одиннадцать, девять. И у меня еще одно распространение. Давайте, может, на какой-то город, чтобы он... А никто тут мой рели... О, Брюссель хочет религию. Давайте в него и распространим, господи. Так, сам видит. Так, что ты придумал? Я с ним буду очень долго воевать. Скорее всего, я ему все равно проиграю. Потому что его XCOM и по-автократски будут намного сильнее. Ты гой. Да у тебя уже и почти есть. Ты пришел в ногу со мной по науке, несмотря на то, что я прожигался по полной. Это потому что по турнирным правилам автократ – это самая выгодная идеология. В плане, если у тебя плюс четырнадцать верный вход на 190-м ходу. Ну, давай, мир! Я тебе говорю. Это намного выгоднее. мне мне кажется рано я просто отлетают по 2 по 3 ком отлетают построиться сколько ждать строится по 3 ходу с чего у меня будет они строятся быстрее почти холмом нет все холмы в столице были от тегески которая на реке него много танков и устроить станки намного быстрее чем меня ну я ему кавалерию там подарил там будешь про тебя нежели воевать ну не знаю чем пролезет ко мне этими танками лёша отстает по ноги да я отстаю но не урадского общения у меня дараться только один даже когда он прожжется там будет фигня блин надо мне вот реформацию брать 2 то есть вот через три хода и какая у меня еще тут кое чудо может дать еще один вот экология может мне лучше в экологию те блин ты можешь нормально играть тут играешь сейчас в самом деле у автократа самое выгодное положение потому что вот эти столицы не сериал а моего бы потеряли когда он потом вас уже доберет легко молодец я буду сейчас просто я могу с тобой заберется давай замеримся ты улетишь я думаю будет ну я вот об этой об этом и говорил эфиоп я не знаю зачем надо было мириться я не знаю а ты австрийц зачем миришься ты же ты же автократ мочь вам улетать куда я улетаю куда я улетаю на посреди демографию насколько я тебя даже отстаю еще хотя бы как минимум потерял столицу то есть у него наука сразу в минус сейчас ушла серьезно я не думаю что он тоже куда-то вперед сейчас пойдет единственный как бы у нас чувак который реально впереди это сиан я не вижу я не вижу смысла воевать я бою сейчас против стелса он и снова построил и остался ну чё пацаны ну чё сопляться дать лигу победу как считаешь через победа у меня я без самолетов без золота и зачем соплять но дать лигу победу воевать не достается в еще тоже типа срать и срать то есть если бы он не забрал столицу я бы довольно быстро открыла сейчас нет какой ужас даже достался ты же ничего еще не прожигал эфиополе прожигал вот сок сейчас начинаю по остатку стойного я хотел сказать 30 меня нет чего прожигая оксфорд есть я все просто тратил уж поджечь точно у меня уже ничего просто нет здесь ходов ты улетишь сто процентов я вот я даже не построен не задеть мне за 10 ходов он не улетит это же у него если у него где-нибудь лежит apollo project с одним ходом который раскладывает и он на следующий ход появится и он будет строить четырех городах 4 и он не будет строить армию в это время значит он сносится его убьешь нет я думал ты будешь его а я не а зачем не потому что чтобы ты победил но это твое решение я я не знаю что я я считаю что я считаю что я считаю что эфиоп тоже не прав в этом смысле потому что тупо рано замирился но то что и ты типа из-за этого потерял шансы это тоже странно они живы по мне стреляют у него он про свои говорит кто у меня жил живые 4 стелс 5 которые без прокачек потому что с прокачкой были скатая до натуре никакой воли к победе просто армию построить потом придет на меня опять я на кого-то или сейчас на тебя пойдет и что он и заберет он меня и что улетает я не вижу чтобы я улетал и близко уже эти интересно анатолий даже просто повоевать вот просто в чем в чем прикол у час заключить мир вот какой-нибудь это же говоришь тебе ради интереса нравится в чем сейчас интерес тогда и жить и не хотелось лидера остановить или меня колецкий подокапывается ну это да и любимая не на хочу просто хочу понять логику ты просто взял если у эфиопа хотя бы столицу захватили то ты захватил столицу сиама но при этом замерился в итоге стелсы кстати больно получали от моей столицы или нет просто так лидо интереса насколько там не проседали лиго да не слушал сильно ли стелсы дамажились об мою столицу или нет только первый раз потом уже перестали как первый раз таковал еще дома жили по 46 потом перестали я объясню почему я закончил мир я закончил мир потому что по мне бьют стелсы который хера знает где которых я не вижу ну четыре столсов сица чана лая 4 убивают по два танка вход я должен менять свою промку на его промку когда он будет то прикачивать столса на мне отличная идея но дело в том что если ты будешь менять свою промку на его во время постройки космического корабля там ты точно проиграешь а здесь так как ты автократ у тебя было больше шансов его именно военно захватить но у него четыре стелса ты ему большинство убил в столице ну ладно время покажет от 20 жителей четыре города такие города строить стелс похода то есть каждые два хода плюс четыре стелс а у меня каждые два хода минус два танка и это и это больше и больше нарастает просто даже с потерей столицы сиам очень крут я прошу тут мы первом месте но видите я на 9 процентов отстаю по науке единственный шанс это выйти в реформацию сейчас я приму институт я собственно поэтому иду в а стоп она на море только строится ё-моё я вообще-то зря иду я вообще его не смогу нигде построить так как не лишний институт то взять ну ладно построю караван хотя бы так академии дают лишнюю науку потом караван да никак надо будет смотреть по приросту с ходов 10 как минимум еще до следующей ну сейчас построю ну убивайся открыть мотопехоту так эмбарго города государства и отменить а почему-то эмбарго города государства объясни свобода если автократ что-то непонятно где получает золото так много гордов государств которых я отправляю караваны что можно ладно вот так у тебя вообще не будет шансов всегда отправлять ну да у меня тут урана завались что-то монако забираешь после того как мы замерились должен всем моим грешком тоже скинуть мир по правилам турнира но вы настаиваете надо это и так автократа много прокачек куда тебе еще прокачивать скорее эфиополики достраивается в тех городах что-то не найдем у меня науки знаешь сколько пятьсот а знаешь сколько у меня деталек открытых на я тоже одна так ну и сколько шестнадцать ходов трындец мне нужна культура так этот я строю есть лучше нет на культуры давайте наверно музей 50 процентов так ну музей и где у меня больше всего этих чудес ну в столице наверное тут достраивается еще ну да да давайте тут а но добавляется к туризму мне это нафиг надо что же музей так ну эфиоп я там готов твоего этого купить музыкант или он уже все так давайте ка вторую ротом наше здание построим а так я уже тут построил блин манхэттен project все сеченовая строится манхэттен project в протиславе ребята как я классно шпионов к он посадил ну это ожидаемо так пенициллин дополнительный торговый путь и медицинская лаба и Так, сколько им... Ну, было 80, вход стало 32, а у Фёпа вообще печаль. Так, здесь давайте... А, это столица и так, ну, тут вместо самолета пока музей. Ну, после этого эмбарга я не знаю, откуда мне деньги брать. У меня сейчас просто в минус всё ушло. В смысле нельзя объявить войну? Потому что я тебе не могу ничего сделать. Да я не захватываю эту ГГшку. Ты её фармишь, набиваешь тебя, прокачиваешься. Я не могу фармить ГГшку. Подожди, да, я не понял. Бежи на форуме. Что, серьёзно, по правилам нельзя объявлять войну? Я не могу ничего сделать. У нас же мир сейчас идёт. А, то есть он 10 ходов к ним... Ну, это бред. То есть, я понимаю, захватывать ГГшки нельзя. Но, блин, воевать с ними? Точно так же и прокачивать нельзя. То есть, пока ты не можешь ему объявить войну... Подожди, пока ты не можешь ему объявить войну, он не может ничего с ГГшками сделать твоими? Ну да, да. Ну, по правилам турнира, что ли? Я тебе говорил, Анатолий, не заключая с ним мир. Нет, я заключил мир только потому, что это сделал в пивок. Я не буду на собственной хребтине тащить всю игру. Проди кого-то одного. Так ты же автократ. Я не понимаю, идея же автократа как раз захватывать всех. Я просто не очень понимаю, в чём тогда идея быть автократом. Это такая идея. А какая? Идея в том, что я могу воровать технологии в два раза быстрее. Ну, хорошо, но ты всё равно будешь отставать под технологиям. То есть, в принципе, а я отставал всё время. То есть, всё равно человек раньше откроет нужную технологию для полёта в космос и улетит. Я не улету, я никуда. То есть, я не могу поставить генерала, отожрать уран, да? Ну, пока мир идёт, нет. Ну, потом, слушай, ну, закончится мир, отожрёшь. Ну, а что, другое, у любой другой ГГшки, но не моей. С кем-то не война. Какие-то правила? Так нужно считать. На них фразы искать. Такие правила, тем более, были и на прошлом, и на позапрошлом турнире. Как будто я играл в прошлый и позапрошлый турнир. Ну, как бы идея в том, что ты читаешь правила, и прежде чем начнётся турнир, и прежде чем запишешься, ты пишешь. Ребят, всё классно, но вот... Я правила прочитал, но, извините, я не прочитываю их каждый вечер, чтобы их заучивать полностью, каждый пункт. Почему заучивать? Да просто дело не в том, чтобы ты заучивать. Вот смотри, тебя сейчас вот это правило возмущает, оно тебе не нравится чем-то, да? Это логично. Нет, это нормально, это нормально. Так вот, правила пишутся перед турниром для того, чтобы люди могли их сначала обсудить и написать, типа, ребята, ну, давайте, может, вот с этим что-то... Вот это как-то не очень, давайте, может, так, вот так, потому-то и потому-то. Вот в этом идее. А вот сейчас сидеть в игре, как бы, ну, возмущаться, это уже такое... Чего уже, повозмущаться нельзя? Вообще. Слушай, вообще тебя со всех сторон ограничивают, не поругаться, не повозмущаться. Это вообще нельзя. Что за фигня? Ну, вообще никакого удовольствия, точно. Ну что, армию вообще не строить? Я, я... Вы меня можете приходить брать, потому что я не знаю, как бы, смысл... Астрид скоро придёт, возьмёт всех. Ну, не знаю, чего. Ну, пожалуйста. А, конечно, учитывая, что у меня ноль алюминия, ноль алюминия. Я всех заберу. Ну, кстати, у меня алюминий только в самом последнем городе, у Кардио. У Кардио на креточку вышел, я сейчас знаю. А, точно есть. Точняк. Бери Труро. Вот и я о чём. Так, музей построен, давайте археологов. Мне нужна культура, чтобы быстрее взять... Лего не теряет надежды всех убить. Така толку, если у меня не будет ни в пиарами. Здесь мысль строить что-то... Можно было и улетать. Нет. Ну, ладно, поверь, у нас там. Я ж прожигался, когда я шёл в стелсах в X-Con. Да, не просто так право окно. Но сейчас я не могу так прожигаться как-то. Тащу технологии открывать до кренища. Так. Какой у меня второй по крутости город? Ну, в принципе, в Труро тогда давайте. Можешь караваны ко мне и всё запускать. Я уже два пустила, больше у меня не влазят. Чтобы они через 7 ходов меняли. У меня нет больше опций никаких. То есть какие-то очень далёкие, но до них не дойдёт, потому что скоро или Лего всех захватит, или австриец. Да, слушай, Эфиоп, а что с музыкантами я тебе напоминаю? Ты что-то там пару ходов назад. Он пал в войне смертью храбрых. Понятно. Сыграл свой прощальный концерт. Ну, у меня сразу уран, кстати, под этой. Отличненько. Так, где у нас тут места? Ага, в сектуру ещё можно будет посадить музыканта. Так, тут все спецы сидят. О, вот сюда не посадил. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Кому что важнее? Кто Манхэттен с космосом строит, а кто Продвей? Так, два... А, нет, давайте два хода. А, такой вопрос, если... Всё, пропал вопрос. Если в традиции одновременно в городе сидит, допустим, морской юнит, пехота и один самолёт, они же, ну, кидят ноль золота при всём этом, правильно? Нет. А как считается? Гарнизонный юнит, по-моему, только наземный. То есть... О, Австрия. Халло. Бей меня полностью. Хочется, выбью, короче, Лёшу из игры, и он мне не будет мешать ругаться, ребят. Нет, я специально останусь в Дискорде и буду тебя слушать. Так, отступим. Давайте, пожалуй, всё-таки Рокки-3 откроем, тогда нам надо мобайл-сэм. Ну, я уже продал тут зданицы. Легу, как насчёт ми-юнитов подарить? Да сейчас. Ну, а он захватит, у него будет алюминий и уран, и всё будет. Мои юниты особо не помогут ничем. Икскомы помогут. У меня-то икскомов нету. Я сам дефался, они помогут. Я сам ему самому помогут. Ну, сами понимаете. Сейчас я попытаюсь, конечно, в мобайл-сэм выйти и опнуться в них. Но особо надежды отбиться тут нет. Защиту я, по-моему, полностью построил. В городах. Ну, до реформации 11 ходов. Это долго. Не забудьте заглянуть на consoleworld.ru. А на этом серия завершена. Продолжение, надеюсь, будет завтра. Спасибо, что досырели до конца. Я Лёша Халецкий, тот, кто сделал это видео. У меня к вам несколько просьб. Во-первых, не забудьте поставить лайк. А во-вторых, поделиться этим видео. Раз уж вы досырели до конца, видимо, оно вам понравилось. Я вам буду благодарен. И это поможет распространению моего творчества для более широких масс. На этом всё. Играйте в умные игры. Играйте в умные игры.